Ссылка на большинство. Эту ошибку можно рассматривать как особую разновидность ссылки на авторитет. Любой индивидуальный авторитет здесь отвергается, и авторитетное мнение определяется, так сказать, демократическим путем. То есть один или несколько крупных авторитетов разменивается на одно совокупное множество мелких. По сути, это способ даже не столько обоснования тезиса, сколько давления на оппонента. Будь как все, не высовывайся. В крайней форме риторического вопроса «ты что, самый умный?» он граничит с переходом на личность. И возразить-то по сути нечего. Когда мнение большинства определяет, что есть благо и что есть истина, ни логические критерии, ни нравственные нормы больше не приемлемы. Перефразируя ироничное замечание Бернарда Шоу, при демократическом подходе к решению вопроса, то он задает не коррумпированное горстко, а невежественное множество. Однако любое нынешнее решение большинства, касательно блага и истины, завтра может таким же решением большинства быть пересмотрено. Принимаемые решения зависят от сиюминутных настроений общества. В толпе чувства нередко берут верх над рассудком, и на первый план выходит роль демагога, по-гречески народного вождя, того, кто умело играет на чувствах слушателей и направляет коллективное мнение, обезличенное неорганизованной народной массы, в нужную сторону. Ярким примером переменчивости народных настроений может служить множество людей, пришедших на праздник в Иерусалим. При входе Господня в город, они, читаем, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему и восклицали «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Евангелетана, 12 глава, 13 стих. «Ассанна» по-арамейски значит «спаси же». Применяя к Иисусу текст 117-го псалма, стихи 25-26, они тем самым провозглашали его верховным правителем, Господом над людьми и над князьями, стихи 8-9 того же псалма. Но пройдет лишь несколько дней и по наущению народных вождей та же самая толпа будет кричать «распни его». Тем более нравственные вопросы не решаются путем голосования. Писание учит «не следуй за большинством на зло» исход 23 глава 2 стих. И приводит поучительную историю пророка Михея. Читаем. Все пророки пророчествовали, тоже говоря, «Иди на Ромо в Галаадске, будет успех тебе и предаст его Господь в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, из реки и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я». Вторая книга про Липоменон, 18 глава, 11-13 стих. Михей прекрасно понимал, что истина не определяется большинством человеческих голосов или даже консенсусом. С другой стороны, царь Саул, уже будучи облечен властью от Господа, пошел на поводу толпы и сказал Саул Самуилу, «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». И отвечал Самуил Саулу, «Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». 1-я царств, 15-я глава, 24-й и 26-й стих. Разновидностью этой ошибки является популярная среди политиков ссылка на популярность, когда за истинной выдаются те утверждения, которые, скорее всего, получат наибольшую поддержку служителей. Но объективная истина не зависит от человеческого мнения, как индивидуального, так и коллективного. Ведь если бы перед потопом провели плебисцы по вопросу, будет ли вода падать с неба, Ной оказался бы в явном меньшинстве. Тем не менее, он продолжал верить Господу, как Писание говорит, «Верою Ной получил оскорение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». «Ею верою он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Евреям, 11 глава, 7 стих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин